В Нижневартовске продолжаются работы по спасению Кирьяской барки. Историческое грузовое судно, обнаруженное рыбаками на берегу одной из проток реки Обь, начали реставрировать в 2015-м. На сегодня законсервирована примерно треть деталей деревянного корабля постройки XVIII-XIX веков. Кирилл Волконский встретился с музейными работниками и узнал, каких трудов стоит сохранить уникальную археологическую находку. Плесень, чтобы никаких образований не было в дереве, никаких процессов не нужно. Музейные закулисья разительно отличаются от фасады и витрин, которые обычно видит рядовой посетитель. Спасение артефактов – процесс грязный, пыльный, зачастую неприятно пахнущий. Едкий запах растворов, что сохраняет дерево от гниения и распада, разъедают легкие ноздри. Но это единственный способ сохранить уникальные находки, такие как Кирьянская барка. Метод сохранения, разрушающийся от времени и внешнего воздействия древесины, в 80-х годах прошлого века придумала профессор из Ленинграда Галина Преображенская. В то время она занималась реставрацией древних православных икон. А вот объект подобного масштаба, благодаря использованию такой технологии, восстанавливают в России впервые. Именно эта технология – живая органика на основе кремния. Дерево не теряет своих свойств, оно не меняет структуру, оно дышит. И я знаю, что многие археологи уже сейчас пользуются этой методикой. В нелегком деле вортовчанам помогает уникальный эксперт, представитель фонда «Память Балтики» Михаил Копейкин. По служном списке Михаила только за этот год. Поднятие части борта линейного корабля Петровских времен в Финском заливе. Обследование военного судна Святой Александра XVIII века, потерпевшего крушение у Крымского мыса Тарханкут. Как стоматологи мы удалим все лишнее, максимально сохраним все, что можно, как говорится. И пропитаем это, и будем складывать, будем за этим следить. Достаточно уникальный экземпляр. Он очень красивый, очень интересный, очень необычный. И таких, честно говоря, я нигде не видел. Сегодня обработана примерно треть Кириевской барки. Чтобы законсервировать все оставшиеся детали, потребуется полтора-два года кропотливого труда. Самая большая проблема – экспонирование исторического грузового судна. В разобранном виде оно хранится в боксе. А вот помещений, где можно полноценно выставить деревянный корабль, в Нижневартовске нет. Проект готов. У нас отведен участок земли. То есть все формальные процедуры, которые должна была сделать администрация города в этой части, она сделала. И вопрос стоит только в финансах, потому что это большие средства. И, естественно, за счет городского бюджета это сделать нереально. Идет последовательная работа к тому, чтобы найти инвесторов, которые смогли бы помочь построить музей. Пока можно увидеть только носовую часть Кириевской барки. В Краевическом музее установили в прошлом году. Экспонат занял фактически все свободное пространство зала, где размещена выставка, посвященная истории города и района. Пока же три четверти деталей Кириевской барки хранятся в этом автомобильном боксе. Но уже по ним можно понять масштаб исторического объекта. Длиной примерно в 30 метров, самая широкая часть в 9 и высотой в полтора человеческих роста. Кирилл Волконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.